Добрый день, хочу задать такой вопрос, есть ли совесть, интуитивная способность отличать зло от добра? А как мы знаем о том, что когда Адам и Ева согрешили, у них открылись глаза, они начали различать, что такое добро и зло, какой совестью управлялись Адам и Ева до грехопадения? Ну, во-первых, сама идея, что они стали различать добро и зло после грехопадения, она ложна, потому что в Библии этого не сказано. Это то, что сатана обещал, что вы станете как боги, различающие добро и зло. Стоит вопрос, начнем с того, что еще Евой она не была, потом только будет дано имя Ева, когда Бог установит иерархию между людьми. И до этого человек имел право только животным давать имена, человек над человеком не властвовал. Что значит, вы будете как боги? Что человек не был сотворен изначально по образу Божьему? Что значит, вы будете различать добро и зло? Что человек изначально не знал, что такое добро, общаясь с Богом, и Бог ему не показал, что значит нехорошо человеку быть одному? То есть сатана, ведь он не творец, он дать ничего не может. Он обманывает человека, обещая человеку, что человек может сам, без Бога, получить то, что человек уже и так имеет от Бога по благодати. То есть добро и зло они различали изначально. Но мы говорили, что совесть имеет две вот эти составляющие. Объективную. Совесть – голос Бога в душе человека. Ну вот, объективная составляющая Божья и субъективная – человек. До грехопадения они были в гармоническом резонансе. То есть человеческая воля была полностью в воле Божьей. После грехопадения они, собственно, и разошлись. То есть голос Божий остается, но душа человека на него уже не всегда реагирует адекватно. У меня вопрос немножко, может, не по этой теме, а то, что тоже касается Библии. Иосиф, когда был премьер-министром, и когда пришли братья его, то он нагрузил им мешки, отпустил их, но в мешок меньшего положил чашу. И когда он возвратил их, он обвинил их в том, что они украли эту чашу, и он сказал, что он гадает на этой чаше. Вопрос в том, он соврал или он действительно занимался оккультизмом? Спасибо. Мы, конечно, можем сказать «соврал», может быть, более точнее сказать «слукавил». Ведь он же обвиняет, что он украл, зная, что он и не крал. Вопрос в том, что братья на этот момент думают, что он является египетским премьер-министром. И вопрос в том, что любой предмет может иметь чисто физическую собственность, ценность, а может иметь еще некую духовную ценность. И предмет духовной ценности гораздо выше, чем предмет физической ценности. И для того, чтобы совсем братья испугались серьезно, он говорит, что не просто вы там случайно взяли сосуд, а вы взяли то, на чем он гадает. То есть они-то думают, что он язычник, что он пример фараона, и они посягнули не просто на имущество, а на святыню. Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. Мы знаем, что после 300-го года уже был установлен канун Библии, после 325-го, по-моему. И то количество книг, которые в Библии, это уже как канонические книги, но в православии существуют еще апокрифические. То есть это только в православной церкви Российской империи возникло, или это по всему миру есть такая как бы, ну почему-то разделение апокрифические книги. И вообще, почему эти книги апокрифические, ну иногда в Библии они находятся, с какой целью, так сказать? Ну, спасибо. Ну цель, наверное, чтобы их читали, находится, потому что напечатали. Вот, а суть вопроса, как они туда попали. Значит, дело в том, что канон, мы, во-первых, мы говорим сразу о двух разных вещах, канон Ветхого Завета и канон Нового Завета. Потому что в IV веке, начиная с Никельского собора, формируется канон, точнее даже не формируется, закрепляется канон Нового Завета. То есть не то, что люди пришли и решили, давайте решим, что вот эти книги богодухновенные. Канонизированы были книги, потому что они уже использовались разными церквями, и вот, собственно, они вошли в единый канон на тот момент. И понятно, что еще было давление, поскольку христианство стало разрешенной религией при Константине, и как на все разрешенные религии выделялись государственные средства, в том числе на копирование текста встает вопрос, что лишние тексты копировать нельзя, тратить царевые деньги, пожалуйста, списочек дайте. Вот тогда, собственно, стал вопрос о канонизации, а распознанно именно эти книги были еще до этого. То есть канон сформировался под действием Духа Святого Церкви. Канон Нового Завета. Что касается канона Ветхого Завета, то нужно понимать, что у евреев как такового канона вообще не было. То есть был ряд книг, которые имели хождение. Книги, которые имели авторитетное хождение. Некоторые из них были непосредственно, там закон Моисея, пророки и прочее. Некоторые книги, это были исторические книги, типа, допустим, книг Маковейских, это исторические книги межзаветного периода, когда не было пророка Бога в Израиле, но описываются события, которые в это время происходили. Некоторые книги на греческом языке для евреев рассеяния, обобщение того, что написано в Библии, которую читать не в состоянии, потому что не знают уже родного языка, типа книга «Премудрости Соломона». С другой стороны, ходили книги, которые все читали, но все понимали, что это художественная литература. Гарри Поттер первого века до нашей эры, книга «Еноха», которая никогда ни евреи ее не считали каноном, ни христиане не считали каноном, или там книга юбилеев и прочее. Но ссылки на них, как вот сегодня проповедник может с кафедры, то есть молодежью, которая читала Гарри Поттера, понятно, что, пожалуй, лучше не упоминать это, забросают камнями, а молодежи, которая читала, сказали, что вы же понимаете, почему не может Гарри Поттер уничтожить Волан-де-Мора, потому что он сам отчасти Волан-де-Мор. Пока он не уничтожит Волан-де-Мора в себе, он не в состоянии уничтожить Волан-де-Мора вне себя. И для детей, которые на этих книжках выросли, для них понятно будет это сравнение, но то, что оно произнесено с кафедры, то не делает это богодухновенной книгой. Точно так же в послании евреям ссылаются на книгу Еноха, как на Гарри Поттера своего времени, и на книгу Вознесения Моисеева. Но в канон она не входила никогда. То есть, скажут, никогда она не считалась богодухновенной книгой. И христиане формируют христианский канон, новозаветный. А книги еврейские, они просто перенимают как совокупность книг уже существующую. И вот эта совокупность книг, которая включает и «Премудрость Соломона», и «Вторую, Третью Езеры», и все, что мы называем сегодня апогрифическими или каноническими книгами, это все входило. Гарри Поттер не входил, значит, Еноха не входила и прочее. После разрушения храма, после рассеяния... То есть, нужно понять, что до разрушения храма для всех в Римской империи христианство это было одно из направлений иудаизма, и поэтому это была разрешенная религия. То есть, вплоть до 70-го года ни разу не преследовали христиан за то, что они христиане. То есть, их преследовали, но для этого нужно было придумывать какие-то обвинения в мятеже, в заговоре, в поджоге Рима и прочее. После разрушения храма бюрократическая римская система продолжала взымать налог со всех евреев в империи, включая христиан, которые все считались в этот момент евреями. Но этот налог, две драхмы, уже шел не на храмы русалимские, а на строительство храма Аполлона в Риме. И стоит вопрос, как мы, правоверные, значит, дети божьи, будем давать деньги на языческое капище. Но по закону Рима все евреи были обязаны это делать. Единственный способ этого не делать это сказать, мы не евреи. Вот в 70-м году после разрушения храма и по этой причине христиане объявляют, что они не являются частью иудаизма, они являются самостоятельной религией, но эта религия не входит в список разрешенных религий. Вот с этого момента начинается преследование христиан просто за то, что они христиане. Потому что они исповедуют неразрешенную религию. Но поскольку до этого все считали христиан иудеями, то иудеи тоже попадают под раздачу. И в 100-м году нашей эры, то есть 30 лет спустя разрушение храма, собирается совет в Ямне, иудейский, для того, чтобы отмежеваться от христианства. То есть сейчас христиане так, стихийно отмежевались от иудаизма. Отмежеваться от христианства, и в том числе они свой канон... Тогда только стал вопрос, какие именно книги мы будем считать каноническими, богодухновенными, и только их будем признавать и распространять. И таким образом долгое время существовал отдельно христианский канон Ветхого Завета, и отдельно еврейский канон Ветхого Завета, в которые вот те книги, которые сегодня мы называем второканоническими или апокрифами, не вошли. А потом, когда в эпоху реформации, когда непосредственно отцы реформации начали анализировать опыт христианский, а самое главное, когда началось книгопечатание, и начали Библию печатать в больших количествах. Стал вопрос, что именно печатать, то есть всегда за все отвечает серебро, на что тратить деньги, на что не тратить деньги. И выяснилось, что у евреев в их каноне нет ряда книг, которые есть у христиан в их каноне. Получилось два канона. Первый канон и второй канон. Отсюда понятия второканонические. И когда начинается книгопечатание, то в протестантских кругах стали сначала печатать вот эти 66 книг, которые входят в каноны тех и других, а потом отдельно, как приложение, книги, входящие в еврейский канон, в христианский канон, но не входящий в еврейский. И это, поскольку это печаталось в конце, то это считалось как приложение, книга чем тольше, чем дороже. И решили, а зачем вообще приложение печатать? И так сформировался наш нынешний канон. И вот он-то является, мы сейчас не говорим о большей или меньшей богодухновенности, а речь о том, о самом понятии канон. То есть канон – это то, что признано всеми. Стандарт, консенсус. То есть вот эти 66 книг – это консенсус, который признан богодухновенными всеми христианами в мире. Все православные и все католики признают вот этот второй канон, в который входят и вот эти вот апокрифы или ферроканонические книги. Поэтому, если у вас книги, допустим, православного или католического издательства, там будет 77 книг. Вот. Если на титульной страничке написано книги канонические, там только 66. Но вообще, это отдельная история, очень интересная. Да, пожалуйста. Такой вопрос. Я думаю, уже не знаю, сколько лет. Вот, например, рождение ребенка вне брака является грехом и, конечно же, еврейская культура должна быть наказана смертью. И тут рождается ребенок вне брака у Марии и Иосифа. И тут Бог, может сказать, так мешался, и рождается ребенок. И по плану, кто-то же должен типа умереть в смерти, вне брака все-таки родился ребенок. Как вы это покомментируете? Ну, во-первых, рождение ребенка грехом не является по определению. Грехом являются внебрачные отношения. Вот. Причем, нужно понимать, что изначально в библейском понимании любые сексуальные отношения мужчины и женщины это брачные отношения. То есть, внебрачные отношения, то есть, эти отношения были созданы для брака. И так было до грехопадения. И в церкви, в новозаветное время, когда восстанавливается в церкви изначальный замысел Божий, апостол Павел же пишет, что совокупляющийся с блудницей становится ясней одним телом. То есть, любые отношения являются брачными отношениями. И Библия рассматривает два типа сексуального греха. То есть, два типа греха против брачных отношений, которые у нас архаично называются блуд и прелюбодеяние. Блуд – это внебрачные отношения между людьми, которые не состоят в браке. Прелюбодеяние – это супружеская измена. Смертью наказывается супружеская измена. Блуд смертью не наказывается, он наказывается позором, значит, прочее. Но мы помним, что, допустим, у Иуды сын был от Фомари, которая блудницей прикинулась. Но, опять же, обратите внимание, что на тот момент Иуда уже вдовец. То есть, Иуда не совершает греха против бодеяния, который ведет к смерти. Вот. Фомарь, с одной стороны. С другой стороны, грех Иуды в том, что он нарушил заповедь о левитарном браке. Потому что, если умер муж у нее и у Тамарьи и не осталось наследника, то ближайший родственник должен взять ее в жены. Вот. И родившийся от нее сын будет наследовать имя умершего ее мужа и таким образом все имущество. Это суть левитарного брака. Вот. То есть, на самом деле, это даже с точки зрения Иуда. Он думал, что он блудил, а на самом деле он исполнил закон, который до этого не исполнял. О левитарном браке его Фомарь обхитрил таким образом. Вот. Значит, смертной кази он оказывается именно супружеская измена. А теперь об отношениях Иосифа и Марии. Там как раз очень интересно, нужно понять, что как заключался брак А? Иосифа, значит, как заключался брак между иудеев. Значит, если у нас там было может быть ухаживание, потом помолвка, потом брак, там брак заключался в три этапа. И первый этап в нем вообще не принимали участие жених и невеста. Они вообще могли быть новорожденными младенцами. Браки заключают папы. Папа жениха приходит к папе невесты, начинают торговаться, значит, на каких условиях они будут жить там, значит, то самое, сколько, какое приданное за невесту дадут, какой брачный выкуп заплатит жених. И если они договаривались, то дальше они скрепляли договор, как мы сегодня говорим, на самом деле называлось, буквально называется разрубали завет. Что они делали? Разрубали животное по достатку. Либо бычка, либо козленка, либо голубя, сколько денег есть. И два папы по крови этого животного проходили между этими разрубленными половинами. Говорят, что да будет вот с нами то же самое, если мы нарушим эту клятву, вообще нет понятия брак в еврейском языке слово завет, если мы нарушим завет. И представьте себе, что если вы живете в еврейской деревеньке, где вот время от времени вся деревня сбегается посмотреть, как два папы заключают завет о браке между будущими детьми, а потом читаете в книге Бытия, что у нас любимая цитата благодаря Лютеру поверил Авраам Господу, и Бог вменил ему это в праведность. И мало кто вспомнит какая следующая фраза, следующая фраза Авраам сказал, о чем докажешь. И Бог сказал ему, разруби мне животное, и огненный столб прошел между этими животными. Если вы этот ритуал наблюдали регулярно, то вы понимаете, происходит заключение завета между двумя папами о будущем браке их детей между Богом Отцом Всевотворения и Авраамом Отцом Израиля, Отцом народа Божьего. И только после этого идет буквально фраза «В этот день заключил Бог завет с Авраамом». То есть это собственно было заключение завета, после этого все оставалось как прежде, только теперь мальчик и девочка, давайте, чтобы проще было говорить, дадим им имена, простые еврейские имена Ваня и Маша. Значит, Иоанн и Марьян. Значит, с этого времени Ваня и Маша росли друг для друга, пока не исполнялось то, что называется полнота времени, когда Ваня уже подкопил денег, чтобы заплатить за свою невесту, а Маша достигала брачного возраста. и тогда, а, ну и понятно, что животные тогда потом еще готовили, пировали, то есть все это было праздником. И тогда уже наступала вторая часть, то есть первая часть была разрубание завета, вторая часть называлась возобновление завета. И тут уже было все, значит, непосредственно сам жених приходил в дом отца своей невесты, и все было точно наоборот, если там сначала было дело, потом праздник, то сначала праздник, потом дело. То есть его пришел дорогой гость, значит, готовят угощения, пируют, и, ну, красиво ритуал нужно соблюдать, все делают вид, что не понимают, зачем он пришел, непонятно, что это друзья там за сундучок принесли, вот, пировали, пировали, сколько достаток позволял, день, там, неделю, месяц, вот, над каждый, значит, в еврейской традиции пира, значит, поднимаются чаши, откуда пошла наша традиция тостов, то есть перед каждой очередной, значит, частью пира поднимается чаша, и вознимается молитва над чашей, вот, сначала там молитва благословения, благословен Господь наш, Бог Вселенной, дающий нам эту пищу, вот, там, дальше, там, за приплод скота, за урожай и прочее, отсюда пошла наша традиция тостов, то есть я пью за твое здоровье, это не значит, что я вот влил в себя смесь этих двух растворителей, а у тебя здоровье прибавилось, вот, это изначально была идея, значит, молитвы, я молюсь о твоем здоровье, чтобы Бог тебе его даровал, и, когда наступало время последней чаши, чаши благодарения, вдруг внезапно жених говорит, слушай, а где твоя дочь-то, Марьям, что-то мы ее не видим, здорово ли, все ли в порядке, и папа говорит, да, она здорова, можем у нее сами спросить, мужчины пировали, женщины подавали, но Марьям не появлялась, вот, ее звали, звали долго, она долго не приходила, как будто где-то, понимаете, что благочестивая дочка, где-то в поле работает, понятно, что она в своем лучшем наряде все это время, где-то рядом стояла, в щелочку смотрела, там, красив ли Ваня, вот, не передумал ли, вот, но, в конце концов, ее как Снегурочку три раза звали, в конце концов, она приходила, и тут вот, ваше, пировали лежа, Ваня вставал, брал чашу свою, подходил к ней, говорил, это чаша, это чаша завета между мной и тобой, вместе с ней я даю тебе себя и свою жизнь, и в этот момент Маша имела право не принять эту чашу, то есть наступал момент, когда она принимала свое решение, принять или отвергнуть, и если она принимала чашу, то это уже был новый завет, завет непосредственно между Ваней и Машей, не между папами, заключенной когда-то, старый завет, а новый завет между Ваней и Машей, вот, но понятно, что если Маша не хотела, то она не должна была доводить до такого позора, а должна была заранее к своему папе сказать, что папа, если только может, доминует меня чаша сия, но не моя воля будет, да, твоя, и если, возможно, такая была, то должен был папа договориться, там, отступную дать, там, дополнительных денег дать на новую невесту, вот, если Маша принимала, то жених тут же выплачивал брачный выкуп, платил, вот, разворачивался и уходил, а уходя говорил, я пойду приготовить нам жилище в доме отца моего, когда я вернусь не знаю, я не знаю, ни друзья мои не знаю, знает только мой отец, но ты будь готов в любой момент, он разворачивался, уходил, Маша оставалась, она пила из этой чаши воспоминания о своем женихе, как выкуп, который он за нее заплатил, был залогом того, что он вернется, вот, и, но с этого момента юридически они были уже муж и жена, вот, а это значит, что если бы, допустим, с Ваней что-то случилось, допустим, Ваня умер, она получает статус вздавы и наследует долю имущества Вани в доме отца его, вот, с другой стороны, если она загуляет, то это уже будет не блуд, а прелюбодеяние, то есть грех, наказываемый смертью, вот, так вот, и эта вторая часть обновления завета, она еще называется в переводе часто обручение, ну, потом была третья часть, когда жених приходил, все кричали, жених идет, трубили в трубы, вот, то, что написано, что, с трубой архангела, значит, с глазом архангела с трубой, Иисус придет за нами, и мы все на облаке встретить не будем, дело в том, что, когда каждый должен был закричать, кто видел компанию, жених идет, и услышавший должен был закричать, жених идет, чтобы эта вещь, как можно быстрее дошла до Маши, и она разворачивалась, и она должна была выйти из дома своего отца, и встретить уже вне дома своего отца, ее забирали и уходили, вот эта идея сретения с Богом на облаках, что мы, когда придет наш небесный жених, и его друзья будут трубы трубить, и он нас заберет, это вот отсюда происходит, вот, но если в этот период Маша загуляла, то, соответственно, это уже супружеская измена, за которую идет побивание камнями, и поэтому как раз очень четко у Матфея, значит, говорится, что, у Луки, прошу прощения, говорится четко, что жена обрученная мужу, то есть она бы, дева обрученная мужу, то есть она еще дева, они еще не вступили в завершающий этап своего брака, но юридически она уже имеет мужа, и вот эта дева обрученная мужа, для некоторых кажется, что это противоречие, то есть либо она женщина, если у нее есть муж, либо если она дева, то у нее нет мужа. Вот они как раз находились вот в этот период обручения, когда юридически они уже муж и жена, но вместе они женут, и поэтому Иосиф, узнав, что она беременна, сказано, хотел тайно отпустить ее, потому что, если бы он этот вопрос поднял, то ей бы грозила смерть. Ответ длинный, прошу прощения, просто вот весь этот культурный контекст. Там вопрос был, да? Хотел запитать, как Вы говорили, совесть в людине, как голос Божий. Ты хотел запитать, совесть в людях, которые абсолютно не знают Бога, и совесть в людях, которые пизнают Бога, и Дух Святой обличают, вот чья разница в совести в людях, которые абсолютно не знают Господа, и те, которые пизнали, откуда Дух Святой обличает. Если есть, то почему так, если нет такого, то почему так? Да, спасибо большое. Значит, да, вот как раз хочу еще раз обратить внимание, что совесть, голос Божий в душе человека. И вот голос Божий, то он одинаковый, все люди, все люди соответствуют по образу и подобию Божьему. Но человек, который не знает Бога, он же утрачивает и способность хорошо слышать этот голос. Он может его не слышать вовсе. Он может быть, как сказать, человек сожженный в совести, вот, люди со скверненной совестью. Поэтому понятно, что человек верующий, он начинает слушать, вот, и начинает понимать. Неверующий, он скажет, придешь, это такая глупость. Знаете, у меня был один друг неверующий, который говорил, что вот в какой-то ситуации самую первую мысль, которая вам приходит в голову, как поступить, гоните, потому что она будет самая правильная. Там, подошел человек, просит о помощи, первая мысль, помочь, гоните. Вот, то есть, будучи неверующим, он очень четко это понимал, что вот всегда будет в первую очередь слушать голос Божий, но дальше, когда придешь, это такая глупость в голову. Вот, и когда человек уже заключает с Богом завет, он уже в один духом святым, то уже его полностью, воля его подчинена воле Божьей. И тогда уже, называется, вот эта вот, контролирующая функция совести вообще уже, на самом деле, сводится на нет, как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай, что захочешь. Потому что, если я люблю свою жену, я не захочу никогда сделать что-то, что ее огорчает. Если я люблю Бога, я никогда не захочу делать то, что огорчит его. Люби Бога и делай, что хочешь. Вот, то есть, короткий ответ, то есть, абсолютная составляющая голос Бога, то же самое, субъективная составляющая от ли человека, естественно, разная. Человек усовершенствуется. Мы должны понимать, что на самом деле люди порочные, есть и в церкви, и вне церкви. И зачастую мы можем найти порядочных людей, неверующих, и непорядочных в церкви. Вот. Но нужно понимать, что Бог работает с каждым из них на их уровне. И этот непорядочный в церкви, все равно, зная Бога, будет постепенно меняться. И этот, зная он Бога, вопрос о том, что порядочному неверующему гораздо труднее объяснить, что он грешник. Еще такой вопрос, может он чуть ближе к истории христианства. Говорят, часто в упрек нам, христианам, что в вашей истории были крестовые походы. Когда мусульмане, они были в таком периоде своего развития, когда среди них были очень много ученых, и культура их как бы была на высоте. И многие народы принимали мусульманство, потому что видели разницу между христианством, которое тогда погрязло в какие-то, ну, нехорошие вещи. Ну, я не знаю, насколько это соответствует истории, я хотел просто спросить. Вот эти крестовые походы, это действительно был период упадка христианства, когда им приходилось именно огнем и мечом только отстаивать христианские ценности, чтобы мусульмане не захватили Европу. Вот почему именно мусульманство в тот период, оно стало как бы в таком, ближе к Богу, не к Богу, но к библейским как бы таким принципам. Почему так вот происходило в тот период? Ну, мы уже говорили о том, что сегодня мы движимы многими мифами, которые были созданы в эпоху Просвещения, и миф о крестовых походах, это один из этих мифов. Дело в том, что пункт первый, что там ислам был светочем и науки, и культуры, и просвещения, вот, ислам насаждался арабами, которые покоряли земли, включая Персию, Иран нынешний, Индию и прочее. И все достижения, которые были там, все еще сегодня говорят, известные там арабские поэты, это все персидские поэты. Там изобретение алгебры, нуля и прочее, это все в Индии позаимствовано. То есть это была арабская культура, была агрессивная культура, которая все под себя подминала и присваивала. Вот. А потом это все переводится на арабский язык и выдается за свое. Вот. И вопрос крестовые походы, да, было, ну, как во всяком, в общем-то, военной кампании было многое хорошее и плохое. Нужно понимать, что это люди, которые продавали, в основном благородные люди, продававшие полностью свои имения, свои замки и прочее, чтобы вооружить армию и пойти защитить собратьев. То есть это отдельная история, которую нужно, в общем-то, или, допустим, миф про инквизицию. Это количество людей, которые были казнены после суда инквизиции государственными властями за 300 лет существования инквизиции во всех странах Европы, меньше, чем НКВД убивало за один день в одном-одном только полигоне под Москвой. Вот. И нужно понимать, что все большинство приговоров смертных, которые выносила инквизиция, это были приговоры в основном священникам, которые впадали в прелюбодеяние, педофилию, значит, ереси и прочее, и всегда призывали их к покаянию, как того же Джордана Бруна, он же очень интересно его привязывает, как великого ученого, он вообще наукой никак в жизни занимался, он был страшный проповедник, свои ереси проповедовал, официально отвергал и непорочное зачатие, и божественность Иисуса, и все, и несколько лет длился суд, сохранились все протоколы, ему постоянно предлагалось отречься, вот, и ни в одном из протоколов теория Коперника даже не упоминается, зато спустя 30 лет теорию Коперника, значит, когда стал вопрос защиты от идеи гуманизма, просветительства, создавался список запрещенных книг, туда под горячую руку включили книгу Коперника, потому что ее читал Жанна Бруно, через 6 лет ее оттуда вычеркнули, поняв, что книга по математике никакого отношения к идеям Бруно не имеет, но как в том анекдоте неприятное ощущение осталось, то есть не Бруно казнили за то, что он Коперника исповедовал, а книгу Коперника временно под запрет позиции, потому что ее читал Бруно, то же самое с крестовыми в общем-то понятно, что злоупотребляли, злоупотребляли там налоги, вводя дополнительно допустим с тем же самым искуплением, выкупом из плена Ричарда Львиное сердце Курды Леона, вот, то есть нарушений было много, но вопрос в том, что это был действительно энтузиазм людей, которые отдавали последние, лишь бы пойти и защититься, нанимали воинов, нанимали корабли, вот, но это нужно уже читать исторические книжки, о популярных книжках по-прежнему старые идеи, вот, ну и плюс нужно понимать, что когда вы будете говорить с неверующим, и он всегда начинает, а вот инквизиция, вот крестовые походы, это же не значит, что это что-то, что его волнует, что он всю ночь не спал, мучили его крестовые походы и инквизиция, это дымовая завеса, которую он пытается защититься от истины, потому что опять же внутри есть голос Божий, который говорит, что это правда, а он хочет, вот сказано, как в Писании сказано, создает твердыни, помогающему подавлять истину неправды. Вопрос по Библии, мы знаем, что Мария родила Иисуса Христа, но потом такой эпизод, пришли к нему матерь и братья его не могли подойти к нему по причине народа. И дай знать ему, матерь и братья твои стоят, не желая видеть тебя. Он сказал ему в ответ, матерь моя и братья мои суть, слушающая слово и Божия, исполняющая его. Почему Бог, Иисус Христос, так ответил к своей матери? Она что, не выполняла? Если она знала про Бога, знала, что он Бог, то в каком положении и состоянии нравственности она находилась? Ну, начнем с того, что это вопрос не по теме. Это уже вопрос толкования, описания, и это мы можем посвятить много времени. И, кстати, рекомендую, каждый понедельник в 6.30 мы в Zoom онлайн разбираем Евангелие от Луки, подключайтесь, все желающие. Ничего запретного нет, у пастора Юрия возьмете ссылку, он вам даст. Дело в том, что там очень четко евангелист пишет, что они думали, я не помню, как в синодальном переводе, что он не в себе. Вот как раз мы помним все варианты выбирали. Бог, умалишенный или обманщик. Что вот у него мозги поехали у братишки, у младшего. То есть, опять же, я считаю, что, скорее всего, должны были старшие братья Иосифа от первого брака. Теорий много, кто это такие братья и сестры Иисуса, но, во всяком случае, у меня чисто динамика отношений такова, что они старше. Они постоянно его пинают, ну, давай, иди, покажи себя. Хотя есть теория, что это просто тоже дети Марии и Иосифа, только уже он был первенец, а они не первенцы. А есть теория, что это двоюродные, троюродные братья. И сказано, что они посчитали, что у него не все в порядке с головой, и поэтому пошли забрать его. И в этот момент Мария под давлением их тоже усомнилась, зная все, что было в том, что происходило. Может, просто не высказывался мнение, как женщина в этой культуре и прочее. И поэтому Иисус говорит, вот мои братья и сестры. Иисус также сказал, что кто любит отца и мать больше, чем меня, не достоин меня. И тоже некоторые иногда толкуют, что Иисус говорит, что мы не должны любить своих родителей. Нет, заповедь, почитая отца и мать, остается. Бога мы должны быть еще сильнее. И на тот момент те, кто его слушали, были, собственно, его непосредственной семьей. Мы знаем, что впоследствии и братья Иисуса стали тоже частью церкви. Послание Иакова, которое у нас в Библии, это ж не апостол Иаков, один из 12, что ходил с Иисусом, потому что он еще при Ироде Антипе I был казнен, самым первым погибшим из апостолов. А это брат Иисуса, который Иаков справедливый, как он в истории церкви называется, брат Иисуса, который стал старшим пресвитером Иерусалимской церкви потом. И после того, как книжники убили Иакова, то братом становится Иуда, автор послания Иуды, это тоже брат Иисуса. То есть потом они исправились. Игорь Негода, Продолжение следует...